привет всем кто нас смотрит в записи сегодня мы продолжаем наше чтение книжки малыша карлсон который живет на крыше с алексом блендом и прошлый раз мы остановились на второй главе где карлсон должен строить башню но еще не начал и возьмем пару предложений которые мы уже прочитали алекс может быть скажи привет всем кто нас смотрит записи что-то привет да я живу я здесь вот хорошо восхитительные тевтельки воскликнул карлсон на редкость вкусные тевтельки можно подумать что их делал лучший в мире специалист по тевтелям но ты конечно же знаешь что это не так добавил он ну вот снова мы видим мессианскую такую тему кто лучший да кто лучший в мире вообще слушай но это такая тема которая очень распространена среди религиозных людей когда все что есть хорошее мы обязательно приписываем там либо там иисусу либо неисусу либо торе либо церкви рыбы до нашему и что ты про это думаешь ну это естественно потому что сама составляющая может быть не внешней то есть может быть как бы с внешней точки зрения может быть стали карки шеев готовит тевтельки вкуснее чем мама малыша вот но на шреб это он ближе нам есть какая-то духовная близость есть в иерусалиме у хасидей ланов есть такая такой закуток и там обычно лежат сэндвичи из двух кусочков хлеба между ними хумус или два кусочка хлеба между ними хацелим баклажаны чай такой столик и вот иногда какие-то добрые евреи заносит туда какую-то еду и вот я был такой в этом месте сидел себе спокойно пил чай была дождливая погода зашел старенький еврей и положил халу ну такую обычную халу только он вышел забежала кучу народу и стал из этой халы драться вот и просто как бы вопрос как бы ребята давно не видел чтобы кто-то дрался из-за хлеба вот и они не выглядят одолгавшими ты не знаешь просто кто этот человек и что значит это хала и всегда вот у хасидов рэбе который раздает еду всем остается это называется шорим это называется это называется шорим остатки рэбе раздается свои тарелки то что он ел у хабадников долгое время пока жил минаха медл шнепсон было в воде рэбе смажки водка от рэбе рэбе благословлял на стол ставили 70 80 бутылок рэбе благословлял потом эту водку разбавляли туда надо было обязательно добавить меньше водки чем там есть и это возвращалась быть волшебная водка от рэба то есть есть какая-то составляющая мессианская которая делает вот это наше а михайя оживляющим на идише говорят сейчас поскольку очень такой хасидизм это будет много идиских слов понятно что карлсон делает лучше просто по факту что они от карлсона то есть вот тебе бы хотелось попробовать рыбу на углях которую жарил решила вот для своих учеников нос это же как сказать это совершенно другой передел и вообще не во вкусе и любое блюдо в мире можно было бы отдать за то чтобы попробовать ту рыбу хотя явно и свечи вкуснее да то есть это то что есть в уголовном праве как личная сна или личная ценность интересна то есть не обязательно это рассматривать с негативной стороны да вот такой патриотизм или желание как-то вот приобщиться к чему-то через ну через такое присваивание да интересно потому что я на это почему-то смотрю только негативно оказалось ну наверное ничего плохого нету в таком патриотизме или желании быть вместе ну знаешь там например у китайцев есть какие-нибудь пирожки от дядюшки су или там котлеты от вот в израиле очень популярные котлеты по рецепту баба сали баба сали был такой мистик каббалист вот я думаю что он очень удивился что у него еще был рецепт котлет но котлеты расходятся а я вот а рыба святого петра на кинерате потому что телапию не продаж на 25 долларов а рыбу святого петра продаж на у людей хотят впечатление да кстати то есть это вот на самом деле способность которая у нас есть мы можем нателять дополнительным смыслом вещи да можно просто приехать и выловить рыбку из из галилеи да а можно подумать это та же самая рыбка того же вида которую кушал фетр который готовил иисус тогда на углях ты знаешь люди едят курицу жареную курицу на субботе город бейтар-элит ортодоксальный еврейский город там живут только ортодокс и вот они едят курицу и спрашивают зачем уже попробовал и спрашивает это с каким экшером курица с каким дозволением кошерности это раф махпут а вот раф ланда вот у него кашрут то есть и в плане кашрута и в плане чего-то знаешь сколько вот ребят которые приходят в иудаизм там со стороны люди не еврейского происхождения и вот там мне женщина писала если бы вы хоть когда-нибудь попробовали курицу вот тогда вы бы поняли то есть мы наделяем какими-то ценностями что-то что мы это это как бы ценность принять внесенная но не верил то есть но как-то общался с товарами и в общем то вещи ты они многие такую высказывали мысль что пища проходя через руки занимается определенной энергией человеком то есть в принципе вкус может зависеть еще от того кто приготовил с какими мыслями какими намерениями какой ну душевной теплотой или наоборот не плохом настроении и будет она восприниматься всем по-разному хотя одно будет а то же блюдо и тот же рецепт то есть мне тоже кажется что это не только то что мы сами себе внушаем а это действительно имеет какие-то составляющие еда от рыбы ну она может быть конечно я не говорю что это воображаемо я говорю что ценность которую мы добавляем но ведь можно посмотреть что бог тело и то же самое нас да то есть вот был простой посох у моисея простая палка и потом со временем столько чудес туда добавила сильно медный змей это просто кусок меди но по слову всевышнего он начинает как-то действовать сверхъестественно да да но если даже вот как с детьми да то есть есть много таких историй когда ребенку говорят это вот например попробуй ребенка заставить кучу мясной тевтельки но если это мясная тевтельки которые ел карлсон вот или там еще что-то такое лисичкин хлеб это тебе его средства премудрая борщ передавала или там баба яга вот то есть для ребенка тоже есть какие-то такие составляющие но ну я думаю что это встреча нашего подсознания или нашего духа с чем-то вот с той же энергии и так далее сегодня есть куча продуктов которые приготовлены без того чтобы человек вообще прикасался без прикосновения чеченской руки но они такие есть я думаю что ну карлсон в том-то и дело что он его харизма такая что она эти тевтельки залежали как и они становятся лучшими в мире они становятся лучшими в мире да конечно то есть получается что у нас и у бога есть одинаковая возможность наделять вещи дополнительным смыслом может быть это то что объединяет нас с ним или делает похоже на него но мы же творцы да даже по его образу созданы вот так кто бы думал что можно о такой вещи поговорить читая карлсон карлсон снова спикировать хочется еще что-то добавить карлсон снова спикировать тарелки взял еще одну тевтельку и в этот момент из кухни послышался мамин голос малыш мы садимся обедать быстро мой руки мне надо идти сказал малыш карлсон карлсон и поставил тарелочку на пол но я очень скоро вернусь обещаю что ты меня дождешься хорошо дождусь сказал карлсон но что мне здесь сделать без тебя карлсон спланировал на пол и приземлился возле малыша пока тебя не будет я хочу заняться чем-то интересным у тебя правда нет больше паровых машин ну да я вижу здесь параллель когда мы пытаемся повторить наш старый опыт может быть и и духовный не бекан духовный личный опыт даже может быть я не знаю в работе в бизнесе да вот было что-то хорошее и мы хотим это повторить снова и как бы вот получается что мы закрыты к тому что сегодня может произойти новое да и мы боимся что что то что мы возьмем будет хуже я знаю вот девочка из небогатой семьи и не каждый день и даже не каждый месяц и покупали какой-то напиток и вот когда она приходит он погубает фалафель пришло рвать пришло прицепить я хотела попробовать клубничный хотел брать апельсиновый но в конечном счете я взяла колу потому что я ты имеешь то что ты знаешь и вот это бояли чего-то нового потому что она будет хуже а другого уже никогда не будет и это заставляет людей не только и держаться за старое поэтому люди держатся за какие-то связи за какие-то отношения за какой-то город за какую-то работу но карлсон нам демонстрирует другой подход нет ответил малыш малыш нет но есть кубики покажи сказал карлсон малыш достал из шкафа где лежали игрушки ящик со строительным набором это было в самом деле великолепный строительный материал разноцветные детали различной формы их можно было соединять друг с другом и строить всевозможные вещи это наверно первые лего такие да или очень дорогие по тем временам опять такие игрушки но преимущество карлсона в том что он когда понимаешь когда ты например лучший в мире специалист по паровой машинам тебе нужна паровая машина а когда ты еще и лучший в мире специалист по кубикам и по нардам и по надувным шарикам по всему тогда тебе все равно чем заниматься получается что вот эта высокая самооценка или ценность себя когда я знаю что со мной все в порядке я хороший да я классный я творческий тогда нам легче воспользоваться тем что есть сегодня ну да еще я вижу как с кем это было по моему с маша было когда бог говорил ему что у тебя руки да что у тебя в руке то есть бог обращает наше внимание на то что есть сегодня потому что он может воспользоваться всем что есть да если бы у маша в руке был бы хрустальный шар наверное что-то другое бы сработало действительно всевышний дает нам служить тем что мы имеем не говорит алекс вот если у тебя были крылья я тебя куда-то там послал а если ты был ростом с 3 метра я бы тебе дал другую то есть я все равно как бы лучший из алексов и даже сегодня вот многие лишились работы после карантина во время карантина не знаю чем заняться и как бы что нужно делать может быть нужно посмотреть на то что я могу делать и просто это начать делать ну знаешь есть известный анекдот как билл гейтс нанимал людей да и сказал там кто кто не знает это вы дети да кто не знает вот этого динамо динамо занимает людей говорит кто не знает программирование на сэмбере тот пусть уйдет уходят люди там кто не знает тот кто-то надсеевец остаются два человека а А последний он спрашивает, что кто не знает сербо-хорватского языка, пусть уходят. И остаются два человека. И мы говорим, ну вы, ребята, говорите по сербско-хорватски между собой. И один другому говорит, манечтана, лайла, азы, мекона, лейлот. Чем отличается эта ночь от всех лучей на иврите. То есть, я с вами сегодня, когда я на всякий случай останусь, скажу, что знаю сербско-хорватский. Другой вариант, Валерий Золотухин, советский актер, который поступал, когда во ВГИК, пришел Товстаноков, зашел в группу студентов, сказал, кто-то ладжевый, встаньте. Встал в Золотухин и сказал, с вами я буду работать на иврите. То есть, такое бывает, я должен прийти и сказать, я могу. Здорово. То есть, каждый из нас хоть что-то может. А самое интересное, что на этом собеседовании оппонент ему тоже ответил на иврите. Это было два человека, которые остались. Они оба не знали сербского, они знали ивритского. Ты помнишь, Лена, это собеседование, да? Да, я читала эту историю, мне очень она понравилась, потрясающе. Это мой вариант, я так всегда делаю. Не, я так всегда делаю по жизни. Здорово. Я вот вспоминаю, когда первый раз я искал работу. Самая интересная работа, которую я находил, когда я хотел новую работу, когда я посылал, ну, не строго по своему профилю. А я смотрю, ну, наверное, я могу это делать, наверное, я справлюсь. И отсылал туда вот свои там CV-заявки. Ну, оно проходит. То есть, на самом деле, как бы Всевышний благословляет. Мы ведь в любой науке, в любом деле ценим прорывы. Когда человек умеет делать больше, чем все. То есть, какое-то новое знание. Вот эта способность приобрести новые способности, она очень ценная. Поэтому, да, дедознавение такое, оно рождает благословение. Как он одержал тогда победу с... Как Янафан, кстати, по-моему, видите? Янатан. Янатан, да, правильно. Когда он со слугой полез на гору, и не было абсолютно знания. Получится, не получится. Просто, ну, а вдруг получится. Давай посмотрим. Давид? В том-то и дело, что он был уверен, он не был квалифицирован. То есть, вопрос квалификации, вопрос, насколько ты подходишь. Это как Всевышний благословит. Ну, наверное, он неплохо владел пращой. Наверное. В добавление к тому, что знал присутствие Бога. Хорошо. Ну, вот играй, сказал малыш. Из этого набора можно сделать и автомобиль, и подъемный кран, и все, что хочешь. Ну, Алекс, мне кажется, тут столько параллелей есть, хороших. Ну, конечно, да. Это бесконечный потенциал. Ну, да, то есть, как мы говорим ребенку, ты можешь быть кем захочешь. Ты можешь быть кем захочешь. Вот. А ребенок, в принципе, знает именно, кем он хочет стать, что действительность можно сделать. На самом деле, это даже не желание, а это акцент какой-то на желаниях. Карсену даже не важно что-то крутое сделать из этого. То есть, все, что он сделает, оно и будет круто. Я знаю одну художницу, которая в детстве первая картина, которую она нарисовала, это было какашками по стене, и потом хвасталась маме. Ну, тоже хорошо. Почему-то это вот сильно ей запало в память, как ее первое произведение. На самом деле, здесь есть какие-то, например, наши ожидания от детей и то, что делают дети. И я думаю, есть в этом такое долготерпение творца, который не сказал, там, я заложил в Ваню таланты к игре на гитаре, к пению в хоре, и я буду его к этому подталкивать. А он, наделяя человека талантами, способностями, расположениями, качествами, дает человеку полную свободу выбора, что делать из этого набора. То есть, я тебе его дал, из него, да, можно построить что угодно, но я не вмешиваюсь, я даю тебе быть лучшим строителем. Иногда такое ощущение, что вот, может быть, Бог знает исход. Ну, мы как бы, предполагается, что Он знает все наперед. Но иногда ему интересно такое чувство, что вот, а как мы, как бы, не то, что как мы выкрутимся, но как мы в итоге поступим? Я думаю, что вот есть, как мы говорим, Бог все знает, Бог все видит. Я думаю, что это, как только часть правил, Он все может увидеть, все может узнать. Но я уверен, что Он, как тактичный человек, умеет отворачиваться в нужном месте и не смотреть за какими-то интимными моментами, за какими-то щекотливыми моментами, так и Всевышний может выключать свое всеведение и свое всевидение и не наблюдать за тем, как кто-то моется в душе, кто-то приводит себя в порядок, кто-то сел в лужу. Это такая вообще смелая и свежая мысль для христиан, мне кажется, потому что как будто бы Бог считается с нашими правилами приличия. Ну, я думаю, что да. Что у Него хороший вкус и хорошие манеры. Ну, явно не хам. То есть, ну, мы говорим, почему, например, с другой стороны. Нам ведь не полагается, не подобает мыслить в нечистом виде о Всевышнем, например, сидя в туалете. Более того, человек, который, скажем, носит все время большой талит, он его снимает, да, и была даже такая молитва к ангелам. То есть, сейчас я куда захожу, вам нельзя, вот здесь постойте меня, подождите. Не потому что там нету присутствия Всевышнего, но с другой стороны мы знаем, что сказано, глаза Всевышнего на этом месте, да, на горе. То есть, не то, что он другого не видит, но есть удвоенное, усиленное внимание, уменьшенное внимание. Я уверен, что он не подглядывает, скажем так. А можно ли разговаривать с Богом в душе? Как тогда про Давида говорят, что он, зайдя в купальню, сказал, нету на мне никакого признака тебя, как сейчас отличить меня. Потом посмотрел на свое обрезание и сказал, а не, все-таки есть. Я думаю, что разговаривать-то с Богом можно. Мы же, как бы, даже когда мы куда-то выединяемся, мы несем с собой его образ. Просто нужно понимать, что его присутствие будет не в таком... Это тяжело говорить, это звучит как-то, да, мы обсуждаем тему раскрытия присутствия Божественного в мире, но я думаю, что там, где есть какое-то устыжение... Например, вот, из первых глав бытия, да, когда Всевышний спрашивает, Адам, где ты? Ну, то есть он не приходит, вытаскивает его за шкирку и говорит, ты что, дурачок, думал, что я тебя не найду? Ты что, реально решил в кустах от меня отсидеться? Нет, он его уважает. То есть Бог уважает наше личностное пространство лично. Если мы хотим от него спрятаться, да? Если мы не то, что хотим от него спрятаться... Ему достаточно, что нам стыдно. Ему достаточно, что... Ну, я не знаю, представь себе, что ты делаешь какие-то дела, да, которые делаются в скромности, в сокрытости. И как бы тут тебе открылось, что и Бог, и сонный ангелов смотрят на тебя. Переодеваешься, но жду, человек справляет, да? И вдруг ему показалось все, что на него смотрит. Вот, ангелы, начало, архангелы, да? И вот этот сон этот ему явился. И он почувствовал себя на сцене. Вот. Ну, есть какая-то... Зачем? Тут даже закончить все как бы неудобно. То, что он начал такую ситуацию. Да. Вот, то есть есть какая-то, да... То есть, да, он все видит. Ну, это как если ты знаешь, что у тебя жена пошла в дождь. Ты же это можешь не мониторить. То есть, ну... А что делать в такой ситуации? Ты сказал про Адама, который, наверное, мучился вот этим чувством стыда. И вот в такой момент, когда чувствуешь, что там чувство вины или страха, или осуждение, и может быть даже осуждаешь, есть такое любимое, осуждать себя за то, что осуждаешь себя, да? И когда головой понимаешь, что это, ну, так неправильно, что я сейчас не способен слышать Бога, общаться с Ним из-за того, что... Как вот выйти из этого цейтнота таких сложных чувств, стыда, вот именно в этот момент, стыда, вины, страха? Есть в нашей недельной голове, вот в Ницавим, Маше говорит, если ты где-то там рассеянный среди народов, где-то там забитый, замученный, так скажем, если ты в кабаке челябинском, в пьяном угаре вспоминаешь Всевышнего, ты к нему обращаешься, он сразу здесь. То есть, все шпитны, как только ко мне обратишься, я к тебе обращусь, я сразу же здесь. То есть, это не значит, что у тебя сразу все будет шоколадным, может, будет болезненно, но я тебе сразу отзываюсь, я сразу же готов тебя видеть, где бы ты ни был. То есть, кричать «папа» можно в любой ситуации? Кричать «папа» можно в любой ситуации, да? И иногда, действительно, самыми искренними словами бывает «папа, я описывался». Что поделать? Папа. Это, не знаю, какой-то внутренний шаг требуется, чтобы вот повести себя как ребенок с Богом. Мы же такие умные, стараемся быть правильными, все знать, понимать. Сейчас ты пользуешься терминами ментальными, то есть мысленными, ум, знать, понимать. А если это любовь, то она выключает, вот она все эти понималки, она сметает, она их отключает. То есть, ты просто любишь и все. И ты просто вспоминаешь, да, что, как вот этот сын блудный, отец мой богат. Возвращаюсь. Тут есть, я простил, что я зациклился, может быть, на этом, но здесь еще такая грань. Мне это интересно, потому что это вот тема контакта живого с ним, да? И есть такая грань, что, ну вот, предположим, я говорю, что я там обкакался, да? А где вот говорить ему о своих чувствах? Ну вот, есть какая-то грань, что о чем ему, может быть, стоит говорить, о чем не стоит говорить? Или как ребенок можно вот о всем, что вижу, потом и поют? У нас есть очень интересный документ, это псалмы Давида. Вот Давид разговаривает со Всевышним, и он говорит, иссохла гортань моя. И он описывает физиологию, да, описывает свое состояние. То ему страшно, то ему скормно, то он плачет, то он говорит, уже цепися твали от меня, то он говорит, близость к твоим неблагом, то есть, но вот это интимный дневник уникальный. Давид очень искренний. И при всем этом, в своем, так сказать, сложностях, перипетиях, в своей биографии, Давид очень искренне говорит со Всевышним. Почему ты меня оставил? А ты ведь обычно усаживался слушать молитвы. Почему ты меня бросил? Ведь ты, как отец, ты укладывал меня на грудь матери моей. Куда ты делся? Грек мой передо мной всегда. Давай, ну перестань уже меня мучить, убей уже меня, да? Сколько там мне осталось, дай мне дожить спокойно. И с другой стороны, я хочу тебя прославить. Не бросай меня. То есть, совершенно весь спектр, почти нету такого чувства, которое бы Давид в целомах не выразил. И мы разговариваем с отцом добрым, бесконечно терпеливым, многомудрым. Поэтому нам нету страха, что он вдруг нас кинет тапком, если мы с ним искренне разговариваем. Здорово. Читаю дальше. Сейчас ты увидишь, проговорил он и вывалил все кубики на пол. Сейчас ты увидишь. Но малышу надо было идти обедать. Как охотно он остался бы здесь наблюдать за работой лучшего в мире строителя. С порога он еще раз оглянулся на Карлсона и увидел, что тот уже сидит на полу возле горы кубиков и радостно напевает себе поднос. Ура, 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 прекрасная игра, красив я и умен, и ловок, и силен, люблю играть, люблю жевать. Последние слова он пропел, проглотив четвертую тевтельку. Слушай, во-первых, кажется, что на самом деле Карлсон никогда в кубики не играл. Как ты думаешь? Ну, скорее всего. То есть вот это такой энтузиазм, где он на полу сидит с этой кучей кубиков. То есть из этого можно подозревать, что на самом деле вот у этого лучшего в мире на самом деле практически ничего и нет в реальном, ну в реальности. есть песенка. То есть он понимает, что он вот сейчас будет осваивать кубики, и надо сказать себе, что я красив, умен, и ловок, и силен. Вот когда ты собираешься что-то делать, вот, и в тайне сердце может ожидать облом. Ну, как всегда, не получится. А у него вот такой настрой. Он себя мотивирует очень хорошо. Он понимает, что у него есть все необходимое для того, чтобы эти кубики играть. И поэтому, да, конечно, все зависит от настроя. Опять же, как, если брать традицию, да, Всевышний не ставит человека перед задачей, которую он не может выполнить. Если тебе пришла задача играть в кубики, значит, ты красив, умен, ловок, и силен, достаточно, чтобы эти кубики играть. Все? Это же очень просто. Я поймал себя на днях с таким ощущением, что в некоторых вопросах в своей жизни я смотрю с таким любопытством, а как же оно будет дальше? То есть вот есть, может быть, негативный опыт, но я вижу, что Бог меня в этом опыте как-то заботился обо мне. И мне даже любопытно, как оно в итоге получится, на самом деле. Ну, я сегодня делаю то, что я могу. Ну, да, не у всех есть, там, например, я не знаю, что будет, когда мне будет, скажем, 60 лет или 70 лет. Я не знаю, будет ли. Да, но ты живешь этим, ты стараешься в этом двигаться. Сегодня делай то, что делаешь. Вот взять, например, того же Маше. Наверное, 80 лет он думал, что он устроен. У него детки, он уйтро, может работать до 120, выйти на пенсию, может раскрутиться. Может работать, а может не работать. Может работать, может не работать, может раскрутиться, свои стада возьмет, да? Какие-то планы на жизнь были. Я уверен, что у 75-летнего Авраама тоже были планы на жизнь там, до того, как он оттуда вышел. Но человек, который пошел за Всевышним, как ребенок, который держит папину руку в руке. Папа куда-то ведет, ну и хорошо, значит, где-нибудь да перепадет мороженое. Пока папина рука твою руку держит, все хорошо, не нужно думать. Он же не думает, этот мальчик, о том, чтобы сэкономить на мороженом и отложить на пенсию. Классно. Классное сравнение. Я прямо вспомнил, как мы с папой приезжаем в Юрмалу. И я иду с ним за руку. Потрясающе. Интересно, что он здесь в этой песенке прокладывает дорожку у себя на нейронном уровне. Сначала он просто восклицает, ура, ура. А потом он говорит про себя хорошие вещи, себя подбодряет. И потом он прокладывает дорожку к тому, что он делает сейчас. С любовью. Да, да, да. С удовольствием, с любовью. Я звук, Алекс. Когда ты что-то делаешь, водишь машину, гладишь рубашку. Насколько ты можешь сказать, люблю гладить рубашки. Или люблю варить борщ. Вот это вот умение. Опять-таки, делать с любовью. Мы говорили про энергию пищи. Представьте себе, это будет башня, просто башня, но построенная с любовью. Есть ощущение, что мы, взрослые, иногда себе как бы отказываем в такой роскоши получать удовольствие от процесса. Даже когда любим это дело. Я помню, как-то на тренинге услышал, что тренер говорил, как он любит мыть посуду. И что вот он прямо с удовольствием подходит к этому процессу. Я подумал, я люблю чистить машину от снега. Но каждый раз, когда я выходил к этой машине, как будто бы вот у меня мало времени. Как будто бы я куда-то спешу, хотя там ездил пять минут и десять. И словно я себе отказывал в этом удовольствии. И сейчас не торопясь, с удовольствием этот снег счищать и лед. Я как-то был в спортзале, ходил в спортзал. И после занятий, там, ну, большой джакузи. В этом джакузи сидит куча народу. И вот две женщины лет шестидесяти. Ну, тогда они казались мне старыми женщинами. И одна-другая говорит, как же я ненавижу джакузи. Я говорю, ну, друзья, мыслисты ненавидишь, что ты здесь сидишь. Я всегда никто не заставляет. Она говорит, почему? Она говорит, это же такой кайф. И хочется закрыть глаза, откинуться назад и просто кайфануть. А я не могу. Я не могу себе это позволить, что-то во мне мешать. Поэтому я этот джакузи ненавижу. Сказала и ушла. Вот. И здесь есть какое-то такое, да. Я помню, там, увидел Рава Соловейчика. Рав Соловейчик был с таким большим мороженым, такой весь радостный. От того, что у него такой вафельный стаканчик. Сильно так кривее, вывешиваешься оттуда мороженым. Мне показалось, это Равейн. То есть, ну, как Равейн может с радостью кушать мороженое? В принципе, почему нет? Но он должен быть таким строгим, серьезным. И если кушать мороженое, то посыпать его перцем, там, или еще чем-то, чтобы так, жизнедом не казалось. Нам очень трудно действительно получать удовольствие, признаваться в том, что мы получаем удовольствие. Ну, вот та женщина в джакузи, что интересно, она сделала наоборот, не то, что сделал Карлсон. Потому что Карлсон, он, ну, провозгласил, может быть, что ему нравится это делать, что он любит и играть, и жевать. И получается, что вот Карлсон очень вербальный. Он постоянно держит себя в таком тонусе и в удовольствии именно своими словами. А та женщина, она, ну, мало того, что сидела, мучилась, так потом еще и перепечатывала своими словами, как это плохо. Да. Может, потому она и мучается. Может быть, она не знает, что можно сказать что-то другое, что ей нравится джакузи. Да. Но проблема в том, что это поколение, оно на детей очень сильно повлияло. То есть выросли поколения детей, которые слова доброго от родителей не слышали. И сегодня я встречаю человека, он говорит, у меня постоянно чувство вины, постоянно чувство вины, постоянно то, я не чувствую, что Бог меня простил, я не чувствую, что то, потому что человек что бы ни делал, ему все время в детстве говорили, ты чмо. То есть это просто им словом, ну, или аналогами какими-то. И он привык к этому, ему очень сложно. Очень сложно почувствовать, что ты действительно любим. Вот мы про, я про папу говорил, наши отношения с Богом очень сильно копируют наши отношения с папой. С мамой, с кем есть, с родителями. Если мы от них слова доброго не слышали, мы никогда не поверим, что Бог нас действительно любит. Это очень трудно поверить. Ладно его, а меня. Совсем плохо. А еще есть такое ощущение, словно, если я буду говорить хорошее, я буду врать. То есть это как будто бы неискренне будет. Я вот помню, когда американцы начали приезжать, и мы на них смотрели и думали, какие они такие вот лукавые, фальшивые, неискренние, с этими улыбками постоянными, с этими постоянными комплиментами. И как-то вот нужно было очень плотно пообщаться с ними, чтобы я понял, что это не лицемерие, это часть культуры, как бы разговаривать вежливо друг с другом, подбалривать собеседника, говорить хорошие слова ему. И это так контрастировало с нашей советской культурой, в которой мы выросли. Звук. Очень много, вот скажем, Робин Ахман, да, его учения, у него есть такой комментарий на шелухонарух, он говорит о том, что надо делать человеку с самого утра. С самого того, проснулся, если ты чувствуешь отчаяние, постоянно, да, утром человеческой жизни, находи в себе положительное качество, хоть что-то, хоть что-то положительное в себе найди, обязательно. За это зацепить, к этому прибавить, еще что-то, еще что-то. То есть, постоянно акцентировать на том хорошем, что есть. Если ты хорошо умеешь заваривать чай, то ты лучше умеешь заваривать чай, а там дойдет ты до кубиков и до тех телек. А стоит ли говорить, вот ты сейчас про Нахмана говоришь, а ты все-таки говорил, что мы начинаем с того, что есть, и то, что мы знаем. Стоит ли говорить такие слова веры, когда, например, ну вот, не могу простить, но говорю, прощаю, прощаю верой. Есть ли смысл вот в таких словах, которые не совпадают с внутренним ощущением? Я думаю, что не особо. Я думаю, если мы говорим про прощение, про какие-то вещи, прощение – это процесс. Вот еврей каждый вечер молится и говорит, я прощаю всех, кто согрешил против меня, намеренно или не намеренно, там, так и сяк, и третье, и четвертое. например, говорит, в прошлой жизни или в этой, оставлю сейчас где-то уринкарнации в стороне. Но это значит, что он каждый день прощает тех, кто, по его мнению, в прошлой жизни против совершил. Это процесс. Я прощаю, то есть я готов открыт к тому, чтобы мне помогли простить. То есть, например, есть какие-то вещи, когда я хочу простить и не могу. Есть какие-то вещи, которые я и не могу простить, да, мы там говорим, не забудем, не простим. Наоборот, я стараюсь, ну, по этой установке, не дай Бог мне простить. А вы простите доктора Менгеля и то, чтобы ему сейчас мое прощение или не прощение влияет. Ну, откуда вот это не забудем? Я должен себе, ну, то есть нужно, если честно говорить, я не могу сейчас кого-то простить. Понимает ли это Бог, любит ли меня Всевышний в этом состоянии? Ну, во всяком случае, честно, что бы сказал Давид? Давид сказал, ну, а Давид, знаешь, что перед смертью сказал Шламон, он открыл весь списочек, открыл весь списочек и сказал, это бы отомсти, а это тогда меня другому бы звал, вот его убей. А это, то есть, он не забыл ни одну мелочь. Я могу придумать много оправданий, почему Давид так сделал, что он заботился о государстве. Ну, так он при жизни, ну, в любом случае, можно сказать, да, а тут человек о себе заботится. Ну, я думаю, что обманывать не стоит. То есть, я хочу простить, помоги мне, Господи, простить, да, хорошо, а зачем обманывать? Вот это хочу очень хорошо, потому что оно и не врет про себя, но прокладывает как бы желание и мысли в направлении прощения. Да, потому что провозглашать веру, ну, и тогда можно жить с этим непрощением. Ты вот провозгласил, решил, что простил, а там дальше, вот, вдруг ты узнаешь, что человек, которого ты в кавычках простил, получил Нобелевскую премию или стал пастором, или еще что-то, или у него там какое-то счастье случилось. Можно вдруг поймать себя на то, что ты не очень простил. хорошо. Читаем дальше. Последние слова он пропел, проглотив четвертую тефтельку. Когда малыш вошел в столовую, мама, папа, боссы и бетон уже сидели за столом. Малыш смыгнул на свое место, повязав вокруг шею салфетку. Обещай мне одну вещь, мама, и ты, папа, тоже. Что же мы должны тебе обещать, спросила мама. Нет, ты обещай раньше. Но папа был против того, чтобы обещать слепую. Вдруг ты опять попросишь собаку, сказал папа. Нет, не собаку, ответил малыш. Кстати, собаку ты тоже можешь обещать, если хочешь. Но это совсем другое, нисколечко не опасно. Обещайте, что вы обещаете. Папа хорошо запомнил, что малыш хочет собаку. Следует ли Богу напоминать о том, что мы хотим? Я думаю, что это не вопрос напоминать Богу, что мы хотим. Это вопрос напоминать себе, что мы хотим. Бог это не кто-то вовне нас. Это не какой-то там министр или президент, который сидит где-то на облаке или на троне или в мерседесе. Когда я говорю, что я прошу что-то у Всевышнего, я хочу, чтобы это через меня в мире реализовывалось. Это как, например, сравнимо с гелевым спортом, когда я тренируюсь, чтобы мышцы были. Точно так же молитву. Я могу через свою молитву, потому что я тоже часть Всевышнего. Я тоже часть этой великой, бесконечной, дающей жизнь всему силы. И как Всевышний творил своим словом, так ведь и я могу. То есть, когда я говорю, ты исцеляющий больных, я не говорю не только о исцеле вот этого, я хочу, чтобы в мире было больше исцеления. Вот как раз у Всевышнего несколько сто тысяч миллионов собак, да, и паровых машин, и всего прочего. Я только как бы высвечиваю, выпячиваю своим желанием вот этого, то есть, делаю это более проявленным в мире. Атаху наверное Адам, да, ты даешь человеку разум, у тебя этого разума, ну просто завалить. Я хочу, чтобы его было больше. Я хочу, чтобы он больше проявился через меня. И в этом уже как бы в самой моей молитве уже есть и ответ. Поэтому да, нужно человеку постоянно, нужно постоянно напоминать, нужно непрестанно молиться. мы ведь молимся часто одно и то же слово каждый день, одни и те же молитвы. Вот народ молился о Иерусалиме, о возвращении в Иерусалиме. Реформисты в начале 20 века решили, а что на Иерусалиме, нас и в Германии неплохо кормят. Но зачем действительно молиться о Иерусалиме, если мы туда не хотим, не дай Бог. Вот. И они вычернули все дуров, да, из своих молитвников, убрали Иерусалиме. Но если посмотреть, есть ответ. Да, и поэтому да, нужно Всевышнему напоминать и нужно каждый раз, каждый раз нужно нужно думать, нужно себе напоминать, действительно ли мы этого хотим. Потому что, так может быть, знаешь, Ваня, ты в пятилетнем возрасте молился о заводной курочке, которая клюет, ну, вот тебе. Да, то есть, а может быть, ты ее уже и не хочешь вовсе. То есть, мы должны и снова и проверять свои желания. Может быть, он хотел собаку, а потом увидел кота веслухого шатланского и сказал, хочу, теперь веслухого шатланского кота. Или, может, лучше жениться. Спорил, там, жена лучше собаке, собака лучше жены, но, может, пришел к обратным выводам. То есть, мы не только проговаривая, каждый раз вспоминаем, что мы хотим. Это важно, действительно, называть свои желания для того, чтобы помнить, чего ты хочешь. Например, я хочу преподавать в Оксфорде, я хочу спать, я хочу поехать в горы, и когда я проговариваю свои желания, я могу сказать, ну, я могу и не поспать, если это приблизит мою работу в Оксфорде. Или, например, я не пойду работать в Оксфорде, если это будет мешать мне спать. Я как-то свои желания систематизирую. А что бы ты хотел преподавать в Оксфорде? Я ничего не хотел преподавать в Оксфорде. Меня приглашали в Кембридж преподавать в позапрошлом году, но там жуткая антисемитская кафедра, то есть, они просто у них там бойкот Исраил входит в пакет. Не дали бы работать на самом деле. Ну, даже, даже, как бы, ради, даже формально, я не подпишу какой-то документ, который бойкотирует Исраил. А зачем тогда приглашали? Ну, они приглашали, думая, что за какую-то зарплату я как бы буду. Скажем, если бы они бойкотировали Зимбабве, я бы, может, и подписал бы. А вот Исраиль, они ждут этого, там очень много работает людей, которые, к сожалению, как сегодня в науке, не могут сказать то, что они думают. Не только в отношении Израиля. Но да, и к тому же, знаешь, я посмотрел, что я неплохо живу, и, слава Богу, всего хватает. Зачем мне этот кем? Чего я там научу людей? Их так кто-нибудь научит. А тех, кто здесь, как? То есть, если бы не было ограничений таких антисемитских, ты бы, может быть, и преподавал. Я бы, может быть, нашел бы другую отмазку. Слушай, говоря о желаниях, ведь это же или мечтах, может быть, это же честность. Вот ты говорил вначале, что быть честным по отношению к своим чувствам, говорить, как на самом деле. И про мечты тут, это тоже часть честности, когда мы снова говорим Богу о своих мечтах или себе говорим. Это же вид честности по отношению к себе. Да, если мы действительно честно молимся, потому что очень часто наши разговоры со Всевышним, они пафосны, напыщены. Мы боимся попросить у него чего-то, потому что нам кажется, что мы будем выглядеть какими-то не такими, меркантильными и так далее. Вот так тебе скажу, знаешь, что ко мне обращаются люди, у которых есть проблема с потенцией. Мужчины, у которых есть проблема с потенцией. Это так. Я спрашиваю человека, а ты молился об этом? Как можно о таком молиться? Как можно о таком молиться? Как можно женщине молиться, чтобы у нее грудь стала снова упругой? Как можно о таком молиться? То есть, это же страшно. Или что Бог о нас подумает? Да, ну тогда как можно этого хотеть? То есть, но это очень радикальный пример. А людям трудно молиться о финансовом благословении. Людям трудно молиться, вообще просто трудно честно говорить со Всевышним, потому что мы думаем, что у Всевышнего есть какой-то особый раз, который мы можем разрушить. Ты говоришь, что мы не можем сказать Богу ничего такого, что как сказать, отчего он ужаснется? Представь себе, даже интернет-эксплорер уже ничего не ужасается. А Всевышний видел столько всего, то есть, он, ну, с одной стороны, мы говорим, что он, как бы я только что говорил про его тактическое, с другой стороны, он не скажет, ах, вот ты какой, Ваня, оказывается, вот тебе, оказывается, чего хочется. Да, а вот взять, помолиться, да, что я хочу новую куртку, хочу шоколаду, хочу швейцарского шоколада, хочу мороженого, да, хочу поехать в горы, хочу еще чего-то, да, почему нет? То есть, что в этом плохого? Очень трудно молиться не только о плотском, а, ну, вообще, такая тема сложная, вот, и когда, когда, там, тебя спрашивают, вот, Мишинцын беседовал с Вяшей Кротовым, и он сказал, что бы вы пожелали церкви, да, он сказал, денег, какой меркантильный Кротов, да, во всяком случае, это очень честная фраза. слушай, я часто нахожу себя, когда говорю со Всевышним, и я слышу внутри вопрос, чего ты хочешь, и он меня в тупик ставит часто, потому что я сразу начинаю думать, ну как, а чего мне можно хотеть сейчас, да, или как, это про что-то большое, или про вот, что я хочу сегодня, или что я хочу прямо сейчас, и мне как-то даже сложно, да, да, что можно хотеть сейчас. Вот, так он тебя спрашивает, что ты хочешь, потому что он всемогущий. Вот, у меня опять-таки предупредили, если ты бизнес-тренер знакомый, Алекс Левитас, и он говорит, есть люди, которые пишут тебе письмо, и сразу поймешь, что ничего из этого не выйдет, это люди, которые спрашивают, что вы мне можете предложить, то есть, опиши свою проблему, вот сейчас ты можешь сказать, я могу сказать, Алекс я, Алекс совершенный, самодостаточный, и у меня есть все, что нужно, ну, это как бы глупо, да, что ты же должен хотеть, это вот для меня, скажем, реально сложность, да, меня спрашивают люди, причем люди, скажем, даже очень богатые, что ты хочешь на день рождения, и если бы я попросил виллу в Монако, то есть, есть хороший шанс, что мне бы подарили, но я не хочу виллу в Монако, вот, и получается, что я давно не могу сказать, что я хочу, а что это значит? в Португалии, Алекс, может быть, в Португалии надо виллу сказать? для тебя могу только, в том-то и дело, что получается, что это какое-то, точно так же, как непрощение, когда ты кого-то не можешь прости, есть какое-то разделение, когда ты самого себя не можешь простить, есть какой-то разрыв внутренний, отделение от самого себя, когда я не могу осознать какие-то свои желания, когда я ничего не хочу, то это огромный внутренний разрыв, это огромная внутренняя рана. Я могу хотеть только сиюминутного, то есть, ну, например, я замечаю, что разговоры в доме, когда меня спрашивают, что я хочу, это что я хочу покушать, да, вопрос там, где я хочу быть через два года, через три года, каким я хочу быть, да, чего я вообще хочу, да, вот, если Всевышний мне скажет с небес три желания, да, ну, что, первый, второй, третий, то есть, борщ, котлета, компот, да, то есть, вопрос, как, вот, как бы, действительно, вот, если ты стоишь перед Абсолютом, не перед каким-то царьком, опять-таки, да, которому надо, там, его уговаривать и прославлять, чтобы от него что-то выпросить, а перед Всесильным, дающим жизнь всему живому, что ты хочешь, чтобы через тебя пришло этот мир, чем ты хочешь быть, вот, вот этот вопрос, да, как бы, Алекс, у меня для тебя есть работа, я хочу, чтобы ты был Алексом, что тебе для этого нужно, вот, если я отвечаю ему ничего, значит, я не очень хочу ему служить, а, значит, тяп-ляп, сейчас, тяп-тяп, что-то сделаю, вот вопрос, как, чего я хочу? я, я, по-моему, что ты будешь мне свидетелем, ты будешь свидетелем моей славы, ты через свою жизнь, свою, Алекс, жизнь, будешь являть мою славу, что тебе для этого нужно? Ничего, завтра, обед, ужин, ну вот, получается, что я, как бы, если бы я сказал, я хочу рубить лес, да, дал бы мне бензопилу, если бы сказал, я хочу, там, являть достаток и процветание, тогда, может быть, часы Роликс, джип, там, еще что-то, да, как-то так, а я ничего не хочу. И такое ощущение, что грустно Богу в этот момент. Грустно Богу. Я бы даже сказать, попросить здоровья, чтобы не один робот во дня написывать, опять в день, ну вот, казалось бы, да, вот я смотрел на людей, тот же один Штензаль, человек, который всю жизнь искал работоспособности, человек, который думал, да, как бы, вот, вот, я знаю, Раф Фишел, это даже в израильский сериал вошло, это человек, который, случился инфаркт, и ему врачи сказали, вам надо гулять. Вот это, вот, действительно, показали в сериале, в другой смысле, ему врачи сказали, гулять 9 минут в день, то есть это минимум, на который он, и вот он оставлял Тору, уходил гулять 9 минут в день, его молитва была не гулять эти 9 минут, сидеть и учить Тору, то есть настолько эффективный человек, а я ничего не хочу, ну так, глобально ничего не хочу, тут и там я хочу. Есть такая способность у некоторых людей редких, это хотеть для других. Для других я хочу. Вот я, знаешь, даже у меня была такая в детстве проблема, я выпрашивал у родителей какую-то игрушку, они были небогатыми по тем временам, я что-то у них выпрашивал, и когда мы выходили из магазина, я говорю, а я ее к кому-то подарю. То есть вот вся вот эта моя мировая скорбь, иметь эту игрушку, это было с подходами, например, я говорил, мама, ты хочешь, чтобы твой сын был счастливым ребенком? Вот, знаешь, такой заход, тогда купи мне, пожалуйста, вот это, и я буду счастливым ребенком. Я счастливым ребенком становился, она мне покупала, я выходил и говорю, а я это подарю, там, может, я это подарю Хайму. Вот. И как мама реагировала? Ну, вроде бы, с одной стороны, знаешь, такой хороший ребенок, да, все для других, но как-то это, это нельзя было поругать, вот, а я этого не хотелось хвалить. Потому что мама не хотела покупать другим игрушки. Вот. Но это и как бы, мне на самом деле, вот искренне могу сказать, доставляет удовольствие, видеть, как другой радуется, что вы что-то дали, что вы что-то делаете. Я реально от этого кайфую, и почему нет. Но еще бы хорошо и о себе заботиться, то есть кайфовать от того, что тебе что-то хорошо. Вот этого не получается. То есть, духовная работа для БВШ была хотеть собаку и стремиться к собаке. Ну, наверное, да. У него все есть. Может быть, он притянул свою жизнь Карлсона. Ну, может быть. У него все есть. Он из семьи, смотри, он даже повязывает платочек, чтобы кушать, да. Это такая чопорная, интеллигентская семья. Да, он дальше рассказывает, что они, точное место, кто где сидит, где пьет кофе, и так далее. У него дома очень уютно. У него замечательные родители. Но ему хочется собаку. Хочется самому о ком-то заботиться. Малыша какого-то. Вот чтобы, опять-таки, малышу хочется о ком-то заботиться. Но он заботится о Карлсоне. А для себя ему ничего не надо. Слушай, меня еще удивило в разговоре с папой, что, казалось бы, ну вот, там такая строгость есть в семье. Правила есть, что вот там повязывается тот же платочек, или папа сказал, что вот собаку нет. Но при этом он имеет смелость требовать обещания у родителей. Мама обещает. Папа, я вот просто помню, что я в детстве не мог такого ничего сказать ни маме, ни папе. Обещай мне, что, может быть, я не помню, я не знаю. Но вот такие интересные отношения, что, несмотря на эти строгие рамки, в которых малыш рос, он мог требовать обещания. Вот, меня это очень удивило. Ну, почему нет? То есть, ну, именно, знаешь, как нас же воспитывают, что обещания надо соблюдать. Что вот это, если папа пообещал, то папа сделает. Это все очень важно. Именно важно в семье с устоями, с принципами. Вот, в наше время, ну, как бы, да, в нашем детстве не было там, это плохо, это еще как-то говорили, это некрасиво. Сейчас так не говорят. Так делать некрасиво. Некрасиво нарушать обещания. Некрасиво там еще что-то, да, то есть, ну, хотя, вот, у него семья красивая. И поэтому в рамках этой эстетики семейной, он может просить пообещать, потому что, знает, папа не нарушит обещания. Это некрасиво. Я предполагаю, что было много ситуаций, где папа показывал себя, как, как это, что он подчиняется своему слову. Да, даже если он, если он однажды сказал, то даже если он не хочется, он все равно это будет выполнять. Помнишь, у Исаии Всевышний говорит, Всевышний говорит, я тебя прощу просто потому, что я клялся. то есть, ну, Всевышний, вся суть вот имени четырех буквенов, выполняющие обещания. Это принцип, да, то есть, выполните свое слово, да, у нас, как бы, не отставай от ней, если дал обет, исполняй, и так далее. Поэтому, как ты, как ты, как ты вывел выполняющие обещания, то есть, того, что это я буду или что я... Ну, когда он говорит, я не открывался именем, да, в третьей главе, вот, по-моему, по-моему, в третьей главах, он говорит, я именем, именем Шадай открывался, вообще, через все гречи проходите, без Шадай, а именем Юда и Вавле не открывался, там комментаторы говорят, что значит не открывался, его называли так. Но суть этого имени, что он, все объемлют, что у него замысел, и он выполняет свои обещания. Обещания, это часть того, что он запланировал. Включено в план, значит, он это сделал. Что такое шва? Это включение всем в ней творения, от слова того же корня шева, да, клятва. То есть, встраивание в генетику мира. Если папа, малыша пообещает, что он не будет Карсену говорить о паровой машине, то это будет основа мироздания. Малыша. Здорово. То есть, когда Бог что-то сказал, он это, его, мой раввин такую фразу говорит, мне она очень нравится, что он видит сразу все сценарии. Есть миллион сценариев любого события, и он видит их все сразу. то есть, когда он сказал, это значит, что все остальные сценарии были скорректированы с учетом его слова. Да, помнишь известная история о том, как мудрецы увидели лисицу в развалинах храма, и они заплакали, а рабе Акива засмеялся, они такие вот, что смешного. Он говорит, ну, как избыло это, что лисица будет в развалинах, так сбудется и обещание о восстановлении храма. То есть, даже когда происходит вот это, Всевышний говорит, и Авраам, он говорит, Авраам спросит, как я узнаю, что они у нас следуют? Всевышний говорит, я их поведу в Египет. То есть, будет очень плохо. И будет казаться, что все, этот народ, он уже все, у него нет шансов. А я их выведу. Да? То есть, представьте себе, 45-й год, еврейский народ под корень почти выкашен. Да? А 48-й год, государство Израиль, военный парад в Тель-Авиве. Вот я сегодня только в уроке рассказывал. Я знал человека, который пришел, сидел на развалинах варшавского гетто, думая, что все, что больше не осталось. Он один последний еврей, выживший во всем мире. И все, скоро конец света не осталось больше евреев. Потом он приехал в Израиль, внуков воспитал. Да? То есть, вот это вот Божье обетование, которое не даны, как и Павел писал, непреложное. Если Папа пообещал малышу, что он не будет, как Всевышний говорит, я грехов твоих не помянул, Карлсон. Арабий Акива лучше всех учился? Видимо, да. Лучше всех реализовал на практике, то, что говорил. Вообще, знание дает радость и учеба. Ну, написано, что умножает скорбь, но... Может быть, разные знания, есть и разные... Наверное, есть разные знания. Знание, знакомство со Всевышним, я думаю, оно дает радость. И вот тут малыш тоже радостно подхватил. Значит, вы обещали, мама сказала, ну ладно, ладно, значит, вы обещали, радостно подхватил малыш, ничего не говорить насчет паровой машины Карлсона, которая живет на крыше. Наверное, после этого была пауза, потому что было многоточие. Интересно, сказал Беттон, как они могут что-нибудь сказать или не сказать Карлсона о паровой машине, раз они никогда с ним не встретятся. Нет, встретятся, спокойно, сказал малыш, потому что Карлсон сидит в моей комнате. Ой, я сейчас подавлюсь, воскликнул босса, Карлсон сидит в твоей комнате. Да, представь себе, сидит. И малыш с торжествующим видом поглядел по сторонам. Только бы они поскорее пообедали и тогда не увидят. Война войной, а обед у них по расписанию. Да. То есть, ну, как бы, вот, скажем, я представляю себе, что в моей семье встали бы и пошли посмотреть. Но это шведы, и они доедят компот. Это такая степенность. Но ничто в мире не заставит их. Вот, с другой стороны, какая уверенность в реальности? В неспешности. Здорово. То есть, у малыша вот такая специфическая семья, где он незыблемо уверен в некоторых вещах. Слово папы, слово мамы, обед, который начался и закончится обязательно в свое время. Да, их не выведешь из себя. То есть, они не встанут и пойдут смотреть сейчас. Может быть, Карсона позвать к обеду хотя бы, да? Причем, тут дальше было, что они доели компот. То есть, не то, что покушать. Компот тоже нужно было размеренно докушать. о ментальности балтийских народов целые анекдоты ходят о том, как они все делают медленно. Поэтому, может быть... Мне вообще очень нравится мама его. Нам бы было очень приятно познакомиться с Карлсоном, сказала мама. То есть, вот, несмотря на то, что она не верила там и говорила, и ругала его. просто очень правильная мама, мне кажется, у него. Карлсон тоже так думает, ответил малыш. Наконец, они доели компот. Мама поднялась из-за стола, настал решающий миг. Пойдемте все, предложил малыш. Тебе не придется нас упрашивать, сказал об этом. Я не успокоюсь, пока не увижу этого самого Карлсона. Малыш шел впереди. То есть, такая процессия была. Они, наконец, доели компот. Настал момент, когда вот у малыша есть моральное право всех позвать и встать из-за стола. и такая процессия, впереди которой шествует малыш. Так он самый маленький, но все идут за ним, как за Наполеона. Только исполните, что обещали, сказал он, подойдя к двери своей комнаты. Ни слова о паровой машине. Затем он нажал дверную ручку, открыл дверь. Карлсона в комнате не было. на этот раз по-настоящему нигде. Не было нигде. Даже в постели малыша не шевелился маленький комок. Кажется, малыша кинул. Ну, не бывает такое, очень часто, это такой советский пример, да, покажи нам своего Бога. И так хочется, чтобы вот открыть дверь, а там сидит Бог, или какое-нибудь свечение, хоть как-то, да. А здесь в результате, ну, вот есть такое доказательство часовщика, да, что если где-то нашли часы, значит, есть часовщик. Если мир так сложно устроен, ну, кажется, он оставил за собой башню. Вот это чувство, когда разделяешься, то есть он любит свою семью, им очень важно их одобрение и признание. И вот у него есть друг, с которым оно так хорошо и радостно. И вот этот есть раздрай, когда не видишь признания от родных, иногда хочется поделиться, а опыт говорит о том, что делиться бесполезно бывают такие ситуации. Зато на полу возвышалась башня из кубиков. Очень высокая башня. И хотя Карлсон мог бы, конечно, построить из кубиков подъемные краны, любые другие вещи, на этот раз он просто поставил один кубик на другой. Так что в конце концов получилась длинная предлинная узкая башня, которая сверху была увенчана чем-то, что явно должно было изображать купол. На самом верхнем кубике лежала маленькая круглая мясная тептелька. Если ты самый крутой строитель, то, конечно, тебе не важно, что строить. Да, не важно это доказывать. Поэтому кубик один на другой. Что тут? То кажется, сам процесс интересен у творчества, сложности какие-то. Будем строить башню, я все равно самый лучший. Это не надо никому доказывать. Но длинная предлинная, то есть он с каким-то терпением ее строил. Интересно, остальные тевтельки были съедены или остались? Он же шесть тевтелек было, четвертый он съел, значит, видимо, съел. А тевтельки, они маленькие, то есть тевтельки меньше грецкого ореха гораздо, они маленькие тевтельки. может может быть, это было доказательством того, что действительно Карлсон там был, потому что мама-то знает, сколько сын ее может скушать. Он кушал при ней, а тут еще съедено дополнительно. Ну, может быть, можно было доказать, но вот как всегда, как и Всевышний, Карлсон прячется. И вроде бы можно доказать, но всегда найдутся акарлсонисты. и агностики. То есть сначала все-таки вера, сначала вера, и потом уже можно использовать рацию. Ну, да. Странно, что Карлсон не доел последнюю тевтельку, потому что из образа этого человека, который все время хвалится, говорит, не были лица, можно подумать, что он будет жадным. А он, видимо, наелся, и если наелся, то ему уже не нужна последняя тевтелька. С другой стороны, он нашел и творческое применение, а она стала куполом, то есть товарищ с воображением. Интересно, была ли башня выше его ростом? Он же летает. Может быть, ему приходилось подлеты делать, подлетать? Может быть, да. Может быть. Он же с лету хватал тевтельки. Он вообще любит летать, видимо. Вообще, может быть, у него на самом деле недавно появился этот моторчик. Да, и он еще им не наигрался. Но, по-моему, он самовлюбленный и моторчик это часть его самовлюбленности. Да, это была для малыша очень тяжелая минута. Маме, конечно, не понравилось, что ее тевтелями украшают башни из кубиков. И она не сомневалась, что это была работа малыша. Это, может быть, за кулисами не мой цель. То есть, может, это не проговаривается. Малыш смотрит на все это и срисовывает. Карлсон, который живет на крыше, иначе было малыш, но папа строго прервал его. Вот что, малыш, мы больше не хотим слушать твои выдумки про Карлсона. Босса и Беттон рассмеялись. Ну и хитрец же этот Карлсон сказал об этом. Он скрывается как раз в ту минуту, когда мы приходим. Огорченный малыш съел холодную тевтельку и собрал свои кубики. Говорить о Карлсоне сейчас явно не стоило. Но как нехорошо поступил с ним Карлсон, как нехорошо. А теперь мы пойдем пить кофе и забудем про Карлсона, сказал папа. И в утешение потрепал малыша по щеке. Карлсон его бросил, а папа поддержал. А есть на самом деле обида на Бога. Бывает, что тут скажешь. Вот. Ну, Карлсон, конечно, не Бог, но отношения очень сильно проецируются. такой друг, в которого ты верил, что он тебя ведет в другую реальность, а он тебя кинул. И когда казалось бы, все тут на тебя получатся, папа зовет вот в это вот постоянное что сейчас пойдем пить кофе. Мы комфорт докушали, перерывчик у нас случился, а теперь ну, выдумки остановлены, пойдем пить кофе. Так и все как заведено. Да, и мы Бога почему-то отождествляем вот с этой радостной, неизвестной, новой как бы реальностью, и при этом мы его не замечаем в обыденном, потому что папа это тоже Бог. Традиция говорит, что тот, кто каждый день говорит о лель, тот поручит имя Всевышнего. То есть мы не можем сказать ура, как здорово, что солнце снова сошло, как здорово, что зима наступила. То есть то, что мы понимаем, что закон, который Всевышний установил в этом мире, он не чудесен, он естественный ход вещей, мы не прославляем за него, как за чудо. Но он Божий закон. То есть Бог установил какие-то константы в этом мире, какое-то постоянное устройство, когда он творит чудеса, вмешивается в это, мы тогда его прославляем, именно прославление. Но мы знаем, что вот эта повседневность наша, смена сезонов, смена дня и ночи, все это он. Просто нету такого воодушевления к этому. Потому что вот мы пьем кофе. Потому что возможно вообще такая незыблемость. А следует ли искать, ну как сказать, радость какую-то особую в себе по поводу кофе, который ты пьешь каждый день? По поводу вот этих... Благословляем Всевышнего? Баруха Таашем, Шахольня Бару. Просто получается, что мы благословляем без особой радости. И тогда что это за благословение? Нет, я имею в виду не благословение, а прославление. То есть вот это вот то, как мы прославляем Всевышнего за чудеса, должно отличаться от того, как мы прославляем Всевышнего за кофе. Не значит, что мы не прославляем его за. Но мы не говорим алле. Не без песнопений. То есть алле – это что-то такое торжественное, особое? Его говорят только на чудеса, только на чудеса, которые в стране Израиля произошли. То есть это действительно особое, торжественное прославление. То есть это говорит о том, что есть градация в прославлении. Конечно, мы благодарны Богу. Мы начинаем с этого день, мудэ. Первое слово, которое говорим, мудэ, они, я благодарю. Мы благодарим и за кофе мы его благодарим, конечно. Но мы понимаем, что это не чудо. А чем мудэ отличается от того, куда мы говорим барухата? мудэ, это как бы наше выражение наших чувств. Барухата это больше мы признаем, что это он. Это как признание факта. А мудэ, благодарю, это выражение чувств. То есть барухата это больше признание его, признание. Признание, что это от него. Слушай, есть же благодарность, а есть признательность. Да. Вот здесь признательность, да. И это мы подключаем нашу, наш кофе, нашу воду, там, нашу шоколадку к нему. То есть мы понимаем, что это от него. А мудэ это все-таки благодарность. И если он сам может благословлять, то благодарить он сам не может. То есть он не может сказать себе спасибо. Только это наша работа. Слушай, мне интересно в этой связи, как вот появилось это универсальное благословение, где говорится сотворивший все своим словом. То есть может быть даже не как появилось, а ну то есть вот я кушаю макароны, грубо говоря, да? Макароны это мизунод. Мизунод. Но если там много чего в этих макаронах есть, там и рыба, и еще чего-то. Ну да. И каждый раз я говорю, что ты сотворил эти макароны. С этой вегетой, с этой рыбой. Ты сотворил их своим словом. да, 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 хотя мы ему сотруженики. И хотя, опять-таки, Талмуд говорит, то, что сделал человек, лучше того, что сделал Бог. То есть то, что сделано в сотрудничестве. Помнишь, даже на Сропусу принесли зерна и принесли хлеб. Сказали, что лучше. Хлеб лучше. Да, то есть. Но сделал во Всевышний. То есть мы помним, что мы тут только посредники. А это он. Вот как как будто тебе, знаешь, кто-то сзади закрыл глаза, где там гадаешь. Ты знаешь, это он. То есть когда тебе принесли хлеб, борщ, там, макароны, рыбу, ты знаешь, что на самом деле это ты. То есть ты его узнаешь. Я отгадал твою загадку. Это тоже сотворил свои слова. Это тоже ты. Это тоже ты. Да. Это что-то такое детское. Мне вот, честно говоря, мне хочется, когда я благословляю, мне хочется радостно это делать, как ребенок. Я как-то вот, иначе я как-то не ощущаю, зачем я это делаю, словно механически повторяю. У нас говорят, так знаешь, в детстве, бухта, да, бухта, барухата, да, когда молитва, она уже вот такая, я помню, что в детстве мы спорили, кто быстрее скажет утреннюю молитву. Я-то мог за 12 минут сказать, продвинутые за 9. А вот большим-то в 20-15 часа молился, вообще непонятно почему. один тренер у меня с тренингов увидел, как я благословляю перед едой, и он придумал свой вариант самой короткой молитвы. Она звучала так, дорогой, аминь. Ага. Ну, тоже хорошо. Кофе пили всегда в столовой у камина. То есть, тоже, это не там, где они обедали, правильно? Да. Так было и сегодня вечером, хотя на дворе стояла теплая, ясная весенняя погода, и липы на улице уже оделись маленькими, клейкими, зелеными листочками. Малыш не любил кофе, но зато он очень любил сидеть вот так с мамой, с папой, с боссом, и бетон перед огнем, горящим в камине. Мама, отвернись на минутку, попросил малыш, когда мама поставила на маленький столик перед камином под нос кофейника. Зачем? Ты же не можешь видеть, как я грызу сахар, а сейчас я возьму кусок, сказал малыш. Вот это то, про что я говорил. Про что ты говорил? Что Всевышний иногда не смотрит на то, чему мы стесняемся. Но в данном случае это как бы языком христианским гормалыш согрешить хочет. Тут Всевышний видит этот самообман. А вот в некоторых случаях Артиллерий действительно не смотрит. Мы ждем от него, что он сама опция отворачивающего Всевышнего, она опция. А мне кажется, здесь есть параллель на самого Карлсона, вот даже, то, что он только что сидел в комнате. И как будто бы вот этот сахар, это то время с Карлсоном, которое никто не видит. Это тот сахар, который, ну как, в принципе, не очень здоровые у них игры, но все равно это радость. Ну да. Карлсон, это как воплощение, такое большое воплощение этого кусочка сахара, который малыш иногда брал. Да, наверное, да. Малышу надо было чем-то утешиться. Он был очень огорчен, что Карлсон убрал. Ведь действительно нехорошо так поступать. Вдруг исчезнув, исчезнуть, не оставив ничего, кроме башни из кубиков, да еще с мясной тевтельки наверху. Малыш впервые критично воспринимает Карлсона. Это первая такая претензия, первая обида. Это так похоже, когда через некоторое время вот после такой первой влюбленности новообращенного мы начинаем вдруг оценивать критически свой опыт, что не все соответствует нашим фантазиям. Да. А образ Бога часто доносится нам до нас. Ведь мы же как бы человек приходит, его учат, раввины ли, родители ли, постарали, и все равно учат и передают какой-то образ, который часто такой карусализированный, я бы сказал. То есть удобный для восприятия, они всегда соответствуют действительности. Я недавно разговаривал с одним раввином, что-то ему про него самого говорил, он не сказал, а я не обязан соответствовать твоим фантазиям. Вот. И тут ты узнаешь, что Бог тоже не обязан соответствовать каким-то твоим фантазиям о нем, и... но в отличие от Карлсона мы говорим такое провозглашение, Бог всегда прав. Я когда слышу это, я думаю, действительно, ты действительно так чувствуешь. То есть я сказать-то я тоже могу. Да, но вот это ощущение непонимания его правоты, непонимания его справедливости, как это происходит, вопросов ко Всевышнему есть. Я не могу их закрыть, я лично не могу закрыть их, разве Бог всегда прав. Хотя хотелось бы это уметь. Я завидую людям, которые могут. Здесь малыш любит Карлсона, верит в Карлсона, значит, он существует. И именно поэтому, как Маше, например, мог сказать, зная Бога, мог сказать, ты что делаешь, что люди подумают. Так будет нехорошо. Я с тобой не буду играть, если ты не сделаешь так. Смотри меня с книг, которые написал. Слушай, а разве у тебя был такой период, как у малыша, когда он игрался с Карлсоном, а потом наступило отрезвление, и он начал задумываться о реальности. Ты же вырос в такой семье. Были периоды, когда мы какие-то вещи, за которые весь народ молится. Я когда в 2014-м украли трех парней, мы думали, что их украли, их сразу же убили. И как весь народ молился за их возвращение, за их выздоровление. И раввины провозглашали, зажигали свечи. Я видел просто, что на улицах люди сидели, молились, и это было настолько всенародно, что ты ощущал, что Бог не может не ответить на наши молитвы. Я помню, я видел маму одного из мальчиков у котеля, по телевизору видел, и там ей сказали, мы все молимся, и она сказала, Бог не наш наемник. Мы должны знать, что ответ может быть нет. И тогда это оказалось не настолько пафосно, как это Бог скажет нет на такую молитву. Это было огромным разочарованием, вот это нет, скажем, как помнится, именно вот это нет. оно было огромным разочарованием. Я помню, что после того, как уже нашли тела, после похорон, я был в Иерусалиме, 1040 собралось у котеля, и пели аниме амин, я верю, полной веры, приход машеха, это было таким утешением. И я просто смотрел в этой толпе. Для меня это было одним из таких моментов, когда ты понимаешь, что он может сказать нет, и этому нету объяснять, нельзя объяснить каким-то грехом. Я не мог в тот момент сказать, он прав. То есть, вот это барок Даяна Эмед, благословен судья праведный, ну, я его произнес, конечно, но честно сказать, в этот момент он прав, я не мог. И я думаю, что это у каждого случается. то есть не мой косяк, я встречаюсь с людьми, общаюсь, знаю, что такое случается. Даже не можешь сказать оборот. А что Бог делает вот с этими молитвами, когда тысячи, тысячи людей молились за их спасение, избавление? После того, как они уже были мертвыми, по сути. Это же, ну, это же какая-то работа, это же, что-то же рождается в этот момент. Я думаю, что рождается из этого свидетельство о целостности, о защите Израиля. И эти молитвы не пропадают. Где-то кого-то как-то это спасло. Где-то кого-то это спасло, что пуля сдвинулась на миллиметр. Где-то как-то кого-то это еще защитило. То есть, когда мы молимся, вот именно, мы-то конкретизируем свою просьбу защити, но мы всегда, я это всегда говорю, когда говорят, как молитвы, мы всегда как бы расширяем нашу молитву до всего Израиля. И если это не подействует в отношении этих трех мальчиков, то это где-то как-то проявится, эти молитвы не пропадут даром. Но опять-таки это могу тебе сказать, а вот на тот момент, на тот момент было ощущение, что он несправедлив, что это неправильно. я знаю людей, которые отходили от веры под влиянием катастрофы, например, Холокост. Я не представляю себе, как бы я это пережил. Смог бы я сказать, смог бы я сказать, он прав. Ну, может быть, просто дело в том, что мы и не должны такое говорить. То есть, как вот наш репрессин, он нельзя в присутствии отца сказать в споре «папа прав», «папа не нуждается в твоем поддакивании». Вот мы просто не можем оценивать правоту или неправоту Всевышнего, и когда мы оцениваем, мы тут попадаем в просад. Но трудно, 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 трудно сказать, когда ты молишься за какого-то ребенка, когда ты молишься за женщину, у которой раз за разом, скажем, выкидыш случается, 10-12 раз, и ты говоришь, «Господи, сжалься». Просто женщина, которая хочет родить ребенка, сжалься. Когда ты видишь здесь, в Кыргызстане, скажем, заброшенных, никому не нужных детей, иногда не кормленных, забитых, никому не нужных женщин, которые никому не нужны вообще, детей, которые там, я видел детей, которые в 10 лет с попытками суицида, что они никому не нужны. И ты думаешь, «Господи, сжалься». И как бы можно найти тысячу оправданий. Мы как верующие люди, мы ищем оправдания Всевышнего, и мы ему оправдываем, потому что мы хотим его оправдать. Но если не оправдывать, сказать просто мы, ну, когда ты смотришь на какую-то формулу высшей математике, да, то есть не можешь сказать, она правильная или неправильная. вне оценки. Вот я заметил, что, скажем, наши братья христиане, протестантские часто, они во всем разбираются. То есть они знают все о форме Земли, о вирусах. О чем ни возьмись, они разбираются лучше современной науки, да, то есть у них там статьи каких-то авторитетов их не химии от этих людей. И ну почему? Потому что вера опережает суждение. И может быть как раз именно в области Бога это уместно. Мы не понимаем, то есть сказать, мы не понимаем, да, вот, как пути Всевышнего неисповедимы. То есть их невозможно понять, их нельзя отследить. Поэтому говорить прав он или нет, мы можем говорить только когда мы увидим конец фильма. Кто увидит финал, и какая в финале пребудет мораль. А если мы не знаем конца, прав он или неправ? Да, у нас какие-то вещи прорываются на середине, и вот поэтому мы не можем. В данном случае, да, и фильм тоже не кончился у малыша. Ну, понятно, почему Карсон убежал. Потому что он не очень верит в эту действительность малыша, и ему гораздо больше подходит обещание мамы из прошлой, беседы отшлепать, чем здесь, ты не слышишь. То есть семья и реальность не верят в Карлсона, и Карлсон тоже в них не верит. И Карлсон тоже в них не верит, да. У них взаимное такое. Есть взаимная вера, а есть взаимная неверия. Ну да. Я слушаю тебя и думаю, а вот хорошо ли закончить наш эфир разговор на такой ноте, такой, знаешь, давящей, трезвой такой реальности. Ну, на самом деле, знаешь, это то, что я тебе говорю сейчас. Я когда-то читал дневник, то ли это был баба Хаки, папа бабы Сали, то ли дедушка бабы Сали. И он там пишет, сегодня во время Шахлита думал о новом халате. и я пришел к нему и сказал, что баба Хаки это такой крутой ровень, ну и про него там столько всего рассказывается. Ну, там он, знаешь, обросший легендами человек, старик хадабыч, щенок перед ним вообще. Вот. И как можно такое думать? И он говорит, у него это вот как маленькое облачко на чистом небе. Проминетного что-то такое. Вот. Я могу сказать, что на самом деле, про себя могу сказать, что со всем этим я очень счастливый человек. Я очень счастлив в том, что я знаю Творца, что в мире сил я ему служу. А вот эти вот какие-то такие, как милые бронятся, только тешатся. То есть это ощущение, что где-то он там неправ, где-то что-то. Вот я за всю свою жизнь вспомнил какой-то один случай. То есть на самом деле это большое счастье, что в этой вселенной есть хозяин. Без него было бы намного хуже. Это большое счастье, что он нас, вот как малыш, который может попросить родителей пообещать, что у нас с ним такие отношения, что мы можем на него обидеться, рассердиться и сказать, что он неправ. Это большое счастье, что он настолько любящий и долготерпеливый по всей своей абсолютной силе, что он это прощает. Поэтому то, что эта нотка, она это такая маленькая, маленькая минорная нотка в волшебной флейте, которая звучит, которая все наполняет. На самом деле, на самом деле, я могу сказать, что я очень влюбленный в него человек. И я этим счастлив. Тут как раз про это еще три предложения. Я думаю, что я в конце их прочитаю. Малыш сидел на своем любимом месте у камина. Так близко к огню как только можно было. Вот эти минуты, когда семья после обеда пила кофе, были, пожалуй, самыми приятными за весь день. Тут можно было спокойно поговорить с мамой, с папой, я нетерпеливо, выслушивали малыша, что не всегда случалось другое время. Жизнь-то малыша хорошая, в общем-то, при всем при том. Да, у него были тяжелые минуты. В любой ситуации возможно утешение. Да, и всегда есть комната и в жизни малыша, и в моей жизни, в которую он может прилететь, в которой ты его ждешь, а он там иногда сам тебя ждет, то есть не прячется. Вот, поэтому я думаю, что вот эти минутки, когда, то есть именно это не было грустной ноткой, это было радостной ноткой, что он нам позволяет такую близость, позволяет нам пребывать в его палате, как бы так, чтобы, как мы шесть сказать, а что люди подумают. Ты хочешь сказать, что с ним можно пить кофе у камина? Ну, я думаю, что, ну, это образ, конечно, ну, да, да, Ведь, когда была жертва Шлемин, например, да, он приходил, да, ну, я думаю, что он присутствует у камина, и, да, ну, да, мне кажется, один проповедник рассказывал, что он катается с Богом на мотоцикле, но он сам не сразу к этому пришел, то есть, ему тоже было нужно какое-то время, чтобы понять, что можно с ними кататься на мотоцикле. здесь есть что, ну, что ты катаешь на мотоцикле, знаешь, как там, катается, вопрос, насколько, не то, как часто ты пьешь к ним кофе, а насколько близко ты его знаешь, насколько, насколько те, кто видит тебя, могут увидеть его, насколько человек, который пьет кофе с тобой, чувствует его присутствие, то есть, вот, как есть праведник в шубе, который ему тепло, никого не греет, есть праведник у костра, насколько тот Бог, который с тобой пьет кофе, он костер для тебя, или шуба, если войдет третий к тебе за кофейный столик, будет ли он пить кофе с Богом или только с тобой? Я думаю, что это идеальная концовка, Алекс, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. До следующего четверга? До следующего четверга, да. Хорошо. Огромное спасибо, Алекс, взял несколько мыслей, уже даже напечатал их. Спасибо. Вот.